На парк Зоу можно встретить не только участников непотрясной выставки, но и других участников Зоубинса, которые здесь не выступают. Татьяна, компания Акари, нам попалась на глаза. Татьяна, очень много вопросов к вам. И, наверное, тот, на который многие хотят узнать ответ, где мясо в корме. Это отсылка к Росельхознадзору, который, ну, не Росельхознадзор, а вот этот видеоролик нашумерший. Да, да, Белгородская область. Да, вот что это такое? Расскажите за ситуацией. То, что там происходило, как бы, мне это не дано знать. По идее, Росельхознадзор, как мы знаем, они обязаны были уведомить нас, что они берут этот корм. Корм должен быть, соответственно, был закрыт. По видеоролику мы видим, что пачка открытая. Ну, будем надеяться, что было сделано все честно и... Не, ну, смотрите, ну, смотрите. Смотрите, давайте начнем с того, что в корме ДНК ягненка обнаружена. Обнаружена, правильно? Мясо? Мясо присутствует. Я понимаю, о чем вы хотите сказать мне. То, что когда проваливается в Меркурий и в составах идут одни и те же компоненты почти на каждый вид корма. На заводе присутствует конфиденциальность, конфиденциальность, коммерческая тайна. Это введен режим конфиденциальности на заводе для того, чтобы, вот, я так понимаю, что каждый может прийти попросить и посмотреть, проваливаться, да, вывешивать полностью технологическую карту приготовления корма. Ну, вы сами понимаете, это копать себе могилу. Каждый корм, как бы, состав разрабатывается. Мы его испытываем, мы его разрабатываем, подбираем компоненты. Естественно, компоненты что-то приходят из-за рубежа. Мы также используем в своем корме свежее мясо, используем именно фастфуд, ну, человеческие ингредиенты. Мы завозим правдами и неправдами из-за границы, тот же, например, говяжий белок, да, он у нас идет, это Франция, да, баранину мы завозим, ну, не буду говорить страну, мы ее завозим, также белок. Он у нас заходит, у нас нет в стране ягненка, да, у нас нет промышленных объемов, да, у нас нет, а именно человеческий белок ягненка, он стоит... Не человеческий, ну, фастфуд, качество, 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 да, человеческий белок, это звучит. Я вам объясню, почему называю его человеческим, его добавляют в колбасы, его используют в фастфудах, именно в котлетах и так далее и тому подобное. Мы его используем в пэтфуде, мы изготавливаем на них корма. Мы добавляем также свежее мясо. Свежее мясо, видите, Ростельхознадзор сделал очень красиво, он провалился по составам, но не зашел в сырье, которое заходит к нам по Меркурию. Если бы они туда зашли, они бы увидели четкий заход ингредиентов, потому что весь продукт у нас заходит по Меркурию. Он заходит и должен, соответственно, по Меркурию он куда-то выйти? Да. Насколько я знаю, что Ростельхознадзор спокойно может раз в какой-то период прийти к вам на производство, взять, соответственно, какие-то пробы и уже какой-то сделать вердикт. После вот этого видео, после вот этой информации, было ли что-то от Ростельхознадзора, кроме вот такого видео? Во-первых, это Белгородская область. Ростельхознадзор, мы, естественно, к ним относимся, мы наблюдаемся у краевой, это Краснодарский край, это краевая получается, краевой Ростельхознадзор. Мы не просто у них наблюдаемся, мы с периодичностью сдаем корма все на анализы, на анализы, на микробы, на ДНК. Да, я сырье, которое завожу новое, я прохожу только у них, проверяя там микробиологию, ну и все, и все там. У вас своей лаборатории нет? У нас есть лаборатория своя по кормам, ну, не углубленная. Это протеин, это жиры. Минимальные? Минимальные, да. А именно углубленные мы проходим, у нас две лаборатории, получается. Это Ростовская область мы делаем, ну, это как независимая. Ну, естественно, краевая, потому что мы к ним относимся, мы проходим там, ну, от наших, у них есть исследования, они все видят. Нет, не приходили, и, ну, мы работаем, продолжаем работать. Нет, просто, ну, вот, да, во-первых, вы продолжаете работать. Развиваемся и продолжаем работать. Просто вот на самом деле такая ситуация, есть ли идеи, какие-то мысли у вас в куларах как-то озвучивалась? Откуда вообще эта ситуация получилась? Как вот, да, такой неудобный вопрос. Ну, наверное, я думаю, просьбки конкурентов. Мне очень жалко территорию. Я так думаю, что она попала, наверное, просто из-за нас, поскольку, я извиняюсь. Ничего страшного. Наверное, попала из-за нас то, что, скорее всего, наверное, хотели нам насолить и, в пример, взяли еще территорию. Мне очень жалко их, что так получилось. А на самом деле, ну, вы сами, если наблюдаете, да, за историей Акари Киар, вы делали нам как-то разбор формы. Летри назад, наверное, в самом начале. Сами видите, что мы растем. У нас обширная ветеринарная линейка. У нас есть запеченый корман, где используется... Ветеринарная, профилактика. Профилактика, да. Да, ну, ветеринарная диета. Да, профилактика. Не лечебный корман, а именно ветеринарная диета, где подобраны ингредиенты под заболевания, чтобы это была диета, но как бы с сопровождением лечения, только улучшалось здоровье собаки. Это есть однобелковый, например, корма, это если это ягненок, то там ягненок. Да, вернемся к тому же ролику, где было озвучено, что присутствует ДНК свиньи. Я его могу объяснить, почему он там присутствует. Объясните. Есть усилитель вкуса натуральный. Гидролизат. Гидролизат печени. И самое как бы приемлемое, даже если изготавливают только с говядиной, не будет такого насыщенного запаха, по-любому добавляют свиную печень гидролизат. Поросенок ароматный. Да, поросенок ароматный. Вот откуда может быть единственный гидролизат свиньи. Индейку, почему присутствует индейка, например, если мы берем ягненка, жир ягненка, он густой. Мы его топим и по-любому добавляем индейку, чтобы он был пожиже, чтобы не забивались у нас при орошении на кормы сами дозаторы эти. Диффузоры, дозаторы. Да, вот оттуда может быть опять же индейка. Начнем с того, что индейку мы берем у нас, наш партнер, это Тамбовская индейка, это Царицына. Качество у них на высшем уровне. Так она же поставляет людям Царицыну, да? Да, да. Качество у них на высшем уровне. Мы у них берем мясную муку, индейку и берем именно жир у них. Их также проверяет Росельхуснадзор, они большая, огромная фирма. Ну и так же, как и нас, проверяют. Поэтому ДНК индейки объясняю почти. Логично. Да, логично. Например, ДНК курицы, не помню, был или нет, тоже могу объяснить. Мы добавляем меланж. Если там присутствует ДНК курицы, хотя и заявляют нам водоплавающие, да? Ну, ты там не выделишь птицы, ДНК птицы, все. Ну да, да. Это значит курица, да. Ну да, да. Как бы присутствует. Почему мы добавляем меланж, например, где у нас высокий протеин корма, при меланже он легче заходит, мягче у собакам, да. И лучше усваивается. Интересно такие моменты. Ну да. И то, что мы используем, например, свежее мясо. Ну я не была готова вас встретить, я бы взяла бы вам, наверное, лабораторию. Да, с Меркурия выписки, да, к нам заезжают, ну, заходит фарш, к нам заходит легкая, к нам заходит рубец, ягненка. Мы, ну, например, фарш, мы не берем куски мяса, у нас именно фарш заходит. Мы работаем с кроликом, это Брянская область. Оттуда приходит кролик. Черкес, это у нас ягненок. Птица, не буду говорить. Да, вы сейчас так, да, все свои поставщиков, это, наверное, одна из самых страшных коммерческих тайных, ну, помимо состава, это поставщики. Это хороший поставщик, естественно, качественный поставщик. Ну, у нас, я как бы, нет-нет, прочитаю, разные там форумы, да, все доказывают, что невозможно положить в штрудер свежее мясо. Это возможно, возможно, на сто процентов. Не, ну, в штрудер-то свежее мясо, особенности двухшнековые, он для этого предназначен. Есть уже трехшнековые. Вот, я, насколько знаю, у вас, компания, у которой, наверное, первая в России трехшнековые, да, или не первая в России? Ну, не знаю, не знаю. Потому что вот, кроме вас, я больше никого не слышу, у кого есть трехшнековые. Это получается, друзья? Ну, запеченный корм на нем, это именно для линейки запеченного корма. То есть, друзья, чем больше шнеков, тем, соответственно, больше компания может добавить, компания-производитель, добавить сырых ингредиентов. Именно сырых, да. Да, то есть, это шнеки, такая большая, так сказать, мясорубка, не мясорубка, это как валы. Да, то есть, это валы, которые вот размаливают в мелкую такую дисперсионную структуру. Не размаливают, не размаливают, он перемешивают, да, перемешивают сметанообразную, да, сметанообразную, и уже инструдер выдувает. Да, да, и потом уже через... Чем лучше вы кладете качество в, ну, вот, сам комус, да, где это перемешивается, тем у вас, естественно, на выходе лучше гранула. Ну, чтобы это была взорвана гранула, да, вот если вы играли наш корм, да, вы разламываете, он воздушный. Чем воздушный корм, тем он быстрее растворяется у собаки в желудке и быстрее усваивается. Насколько мы знаем, да, у них короткое ЖКТ, чем тяжелее корм, тем он дольше растворяется и, можно сказать, он не успел раствориться, вышел. Не, ну, для этого многие производители добавляют ингредиенты, которые чуть притормаживают прохождение вот корма. Ну, то же самое, там, горошек, ну, печатку, ну, есть такое. Да, вот смотрите, горошек, да, я противник гороха, я больше не люблю, но горох для меня, ну, он дует животным. Не, ну, да, ну, то есть, тут тоже, опять же, этот баланс, что, вот, опять же, в своих обзорах всегда говорю, что, ну, 5%, ну, 7%, это уже совсем максимум. Ну, нет, вообще нет, я противник гороха, я противник кукурузы, я противник курицы, вот я вообще противник. Так, даже хотел придумать какой-то слоган, мне в голову не пришло. Да, как нас называют, да, в наших кругах pet food, ну, заводов, вы ппшники, да, вы ппшники, да, правильное питание. Ну, во-первых, спасибо директору, да, Кривенко Антону Валентиновичу за все вдохновляющие, там, поддерживающие мои идеи. Он не экономит на качестве сырья. Если я говорю, там, да, вот, например, мы покупаем креветку в Дермо, у нас есть креветка, моллюск, и стоят они, там, ну, деньги, нормальные. Но это мясо-креветки, а не ножки-креветки, которые перемолотые, ну, разница, как бы, в качестве сырья заметна, да? Тогда встречный вопрос, вот, насколько я знаю, у вас, при вашем составе, корм не очень, так сказать, адекватных денег. То есть, он, не, я бы не сказал, что он высокая цена, то есть, у меня, допустим, питерские ребята, очень активно, спортивные команды, дайте так, друзья, мой Валдай входил раньше в спортивную команду, в которой он занимался, и в основном участники спортивной команды краски кушают ваш корм. А я бы сказал, что они какие-то мега-богатые люди, обычные ребята, там. Да, они кушают буквально, там, если не ошибаюсь, линейку Акарикяр, это супер-премиум, там, и холистики. У нас есть просто еще линейка Deluxe, где именно, вот, ветеринарная диета, где запеченные корма, где гипоаллергии. Линейки, вот, ну, вот, это линейка, да, Deluxe у нас есть. Вопрос такой, так как вы производитель, делаете ли вы STM-ы с частной торговой марки? Конечно, делаем. Так, много ли таких у тебя, и нет ли, давай так, нет ли конкуренции между вашим брендом, Акаре основным, и вот этим STM-ами уже на рынке, впоследствии. Как вот, мне всегда просто интересно, как вы, производителя, умудряетесь нивелировать, вот, хочется и же свой интерес. Ну, вы понимаете, да, есть, вот, завод, это голова, да, мы производим на, к тому же STM, тот же свой бренд. У нас есть двигатель торговли, но у нас своя, вот, двигатель торговли, чуть-чуть разработанная такая вот линейка. Мы работаем, у нас есть представитель в каждом городе, чтобы человек мог пообщаться, чтобы представитель мог посоветовать, что взять. Потому что я не могу сказать, да, за другие корма, могу сказать именно за свою марку, что у нас присутствует. Там именно мясной белок, если мы заявляем, да, 30% протеин, то там он присутствует, именно мясной белок. Ну, если собака сидела на другом корме, там было преимущество растительного белка, берите на мясной белок тяжело. Тяжело будет. Очень тяжело, да. И поэтому представитель, ну, помогает при переходе, да, мы добавляем, ну, советуем добавить фермент, чтобы был переход поплавнее, ну, хотя бы на какое-то время. И добавлять, естественно, лучше дробное питание делать. И... То есть, это вот такие, давайте так, рекомендации от компании Акари по переходе на ваш корм. Да, на наш корм. То есть, все-таки добавлять, желательно добавить ферменты, да? Да, да, вот, чтобы не было резкого перехода, добавлять ферменты, потому что если вы берете, ну, ту же Суперву, там, 30% протеин, ну, вот, именно ваши спортсмены, да, они очень любят. И когда они приходят, например, с другого корма, и там было преимущество кукуруза, растительные белки, ну, это как взять человека, да, он был веганом, и мы вдруг дали мясо. Ну, да, 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 да. Ну, что вы будете делать? Естественно, добавлять фермент, чтобы как-то помочь желудку, чтобы он у нас не... А к вам, кстати, часто приходит обратная связь, вот, от клиентов, что у нас там перешли на ваш корм, ваш корм, извиняюсь, гэл, моя собака обкакалась сам. Да, всегда приходит, мы стараемся разбирать ситуацию, что, почему, на что... Обычно у нас часто бывает, да, вот, моя собака зачесалась, это любит, мы ели-ели, моя собака зачесалась, в этой партии пришел плохой корм. Начинаем, естественно, разбирать ситуацию, что было, ничего со стола не давали, потом, оказывается, там, вкусняшек поели, переели. Есть такая история, да, это не только вы жалуетесь, многие вот тоже коллеги, когда вот новый корм какой-то выходит, это вот в течение первых, там, полгода, это вот часто вот эта история, куча хейта взлетает прямо в интернетах, вот, поели, пропоносились, там, никогда больше, а потом, да, когда вот выясняется, ну, не только корма и ветпрепараты. Да, и ветпрепараты, это нормально, ну, да, люди, это нормально, самое главное, уметь с ними разговаривать и донести до них, поэтому мы берем представителей, да, у нас есть продажи в маркетплейсах, ну, естественно, мы делаем упор больше на представителя, чтобы это было личное общение с клиентом, чтобы мы могли, допустим, допустимо, объяснить, рассказать, что лучше, обычно клиент, да, для своей собаки хочет же лучшего, я беру, там, например, маленькая собачка, взять же того, шпица или еще что-то, они берут им 30% белок, ну, там уже мяса много, но, естественно, мы стараемся их отговорить, советуем другому, ну, другие корма, где пониже протеин, потому что, ну, шпица, например, на таком высоком протеине сразу потекут глаза, корм... корм плохой, да, поэтому, да, мы стараемся разговаривать, доносить, объяснять, в принципе, у кого, у жителей, у кого есть вопросы к вашему корму, они могут обратиться... Да, они обращаются, обращаются либо к торговому представителю, либо пишут нам письма, у нас сидит девочка, которая отвечает на все письма, я ей помогаю, если какой-то, ну, вопрос, нетопонимания, я ей помогаю, объясняем, отправляем, находим, и, ну, как бы, все хорошо... Коммерческий вопрос, на который, скорее всего, не ответите, после, вот, вот этой, вернемся к самому, к самому началу, вот этому видеоролику Россельхознадзора, вот этому негативу, который повалил в сетях, как сильно это отразилось на ваших продажах? Никак. Точка? Никак? Да, вообще никак. Это к тому, что, опять же, я знаю тоже некоторую информацию, и очень часто негатив как раз-таки пишут совсем не потребители брендов, это вот, не знаю, почему-то есть такое у некоторых людей, ну, да ладно. Что ждать от вас в будущем интересного? Я, насколько знаю, вы постоянно расширяете, сколько у вас уже линий, вот на сейчас? Восемь, двенадцать, двенадцать, и, ну, вот, и пять еще ожидаем. Двенадцать линий, плюс пять, плюс пять строится. То есть, ожидаем прихода, нет, мы расширились, у нас завод, у нас... Просто я помню, когда у вас было три линии. Ну, да, уже больше, уже, уже горячих цехов даже больше, да, мы расстроились, вот еще в октябре запускается новое строительство горячего, цеха, там будет стоять уже большие линии, именно, вот, для эстемок. А, для эстемок. Да, ну, чтобы, например, было на одном месте, это именно наш бренд, а там уже будет для эстемок. Ну, в дальнейшем, конечно, моя мечта, мое желание, это пауччи, пауччи достойные. Вот, я, вот, я, вот, я, как раз, этому все хотел подойти, сухой вы делаете, влажный? Нет, пока нет. Когда влажный? Ну, давайте начнем с того, что мы на рынке семь лет. Ну, уже пора, уже пора делать влажный, да, ну, да, ну, да. И давайте вернемся к другому. Мы на рынке семь лет, вы посмотрите на наш ассортимент наименований сухого корма. У нас представитель может гулять в своем ассортименте, подобрать любой собаке корм. Это либо пченочная недостаточность, там, МКБ, ну, чтобы не было, там, ЖКТ, например, аллергия, там, на рыбу, у нас есть корм, который будет только, без рыбы, там, только на ягненке. Либо, наоборот, бывает такое, что аллергия, да, на мясо, у нас есть рыба. Но у нас еще есть корм, который изготавливается на шелкопряде, на львинке. Ну, это все равно новая такая тема все время. Ну, не новая, мы уже очень давно ее выпускаем, уже, наверное, года три, она топ, топ-продаж, да, вот, например, от опики уходит от Апаквела, они благодарят, и хотя у нас там протеин 20, 21, все думали, что собаки будут худеть, увы, нет. Да, набирают массу, пишут благодарность. Просто я уже не первый отзыв слышу, по именно, что по львинке, просто, опять же, когда она только появлялась, сначала за границей, потом у меня, есть даже какой-то, есть даже какой-то обзор на корм, вот его даже уже и нет, у нас не продается. Тоже один из первых пришел на российский рынок, соответственно, потом вы там стали делать на этой шелкопряте. Да, да, да. Кстати, а кто лучше, шелкопрят, либо львинка? В качестве чего? В качестве потребления. Львинка, смотрите. Для питомцев, не продажа, а для питомцев, смотрим. Это, например, шелкопрят и львинка, это чисто технологические, по большому счету, протеин, микроэлементы, там полезные вещества одинаковые. Ну, они со мной отличаются по вкусу такого? Ну, нет. Ну, чуть-чуть, нет? Ну, нет, шелкопрят такой кремовый. Ну, сейчас, альвинка мне не нравится на вкус. Альвинка такая, ну, это специфическая. Ну, она чем-то вот пахнет, как для меня, каким-то орехом. Ну, может быть, вместе с шелкопрятом дает такой запах, я не знаю. Хорошо. Пусть будет орехом. Ну, это лично мое мнение. Я понял. Да. Значит, соответственно, влажных кормов пока нету. Ну, пока у нас есть консервы. Консервы у нас в Human Great. Это в Deluxe. В Deluxe. В Deluxe есть. Ну, это вы СТМ. Это вы заказываете. Да, мы привозим сами с Кубани мясо. Ну, как бы то форами доставляем. Из ваших ингредиентов. Из наших ингредиентов, да. Они делают. Мы у них СТМная... Ну, даже это, можно сказать, не СТМ, наверное, СТМ, ну, как... Ну, практически ваше, практически ваше производство. Ну, да. Мы платим за работу и за использование их не линии. Поскольку это находится в Московской области. И на Кубани мне проще закупить, например, мясо и привезти его сюда, ну, чем, наверное, в Московской области. И есть, я не знаю, пробовали бы, не пробовали, ну, там, некоторые говорят, что питание для людей может даже немножко постоять в сторонке с нашей консервой. Я, да, вспомнил завод, на котором вы делаете, видел я эти консервы, и даже их помню в самом начале, когда они только стали делать вот такие консервы, да, это... Качество. Да. Это качество, это качество, которое достойно нашей питомнике. Когда мы заводим собаку, это тут же наш ребенок, за которого мы должны нести ответственность. Именно с такой целью и с таким пониманием мы и пришли, наверное, к работе. Для нас питомцы – это дети, за которыми надо нести ответственность и уходить, в каком бы возрасте они ни были. Татьяна, предлагаю вот на этой лирической фразе, вот так хорошо так сказали, даже что-то больше не хочется, ничего добавлять. Может быть, вы хотите, пользуясь случаем, что-то передать зрителям, моим зрителям, соответственно, кто будет случайно смотреть канал, либо кто хочет вас наконец-таки увидеть лицо Акария, то все знают Акария, Акария, вот оно лицо, друзья, вот. У нас еще есть директор, основатель, да, основатель Кривенко Антона Валентиновича. А есть лицо, есть лицо. Ну, да, я его зам, есть лицо, которое, да, естественно, что бы хотелось передать, чтобы все следили за своими животными. На данный момент очень тяжелая ситуация, и когда говорят, что сырье испортилось, нет, сырье не портится. За сырьем следят, как завозилось за границей, так оно и завозится. Для этого делается максимум, наверное, усилий и качество. Я хочу сказать, что на российский рынок выходит есть качественные продукты. Я вот нашла именно мясную говяжью муку. Качество на высоте. Да, да. Я была очень удивлена. Да, я вот удивлен. Да, я вот как вообще борец за качество, качество на высоте. Потом после видеозаписи шепнете на уши? Хотя бы в какую сторону смотреть? Да, ну, качество у них очень хорошее. И тамбовская индейка, вот у них качество хорошее. Рыбу мы завозим с морей и только оттуда. А вы знаете, что есть отличие рыбы с севера, либо... Конечно. Я хотел сумничать, просто не так давно мне рассказывали насчет рыбы, как сильно влияет регион север или серединка или юг на его вкусовые, на жирность. На жирность, на пакеин, на все. Наша отечественная северная рыба самая вкусная. И вообще, я хотела бы сказать, что пора бы, наверное, убрать вот эти вот доводы, наверное, или какие-то внушения, что в России не может быть качества. В России может быть качество, просто каждый подходит к этому поразму. Мне кажется, желание. Желание, да. Вот взять нашего директора, да, вот вы сами говорите, цена. Ну, человек работает именно вот с желанием, желанием, да, там, лучшего. Если браться за что-то, то это делать только хорошо, чтобы не было стыдно, чтобы идти с гордо поднятой головой. Друзья, большое спасибо Татьяне за интервью. Неожиданно поймали. Большая просьба, пишите свои комментарии по поводу Акари, кто уже кормит вовсю, кто планирует. В общем, делитесь своим практическим опытом, высказывайте свое мнение. Ну и, друзья, как всегда, вам напоминаю, что любите своих питомцев, держите хвост пистолетом и пока. Субтитры подогнал «Симон»!